Процитирую вас из эфира с Павловым Ивановым Несколько недель назад Это правительство На это правительство Будет возложено ответственность За тот кризис, который формируется А если у нас государство сегодня В классическом смысле Как система институтов Управляющих обществом Как единым целым Так вот Свято место пусто не бывает Политбюро существует Только оно не в конституции прописано Ни в одном законе А госсовет это Многие считают, что это История про транзит Они просто не осознают Вообще Как бы ситуации Ну вы ничего не сделаете В этой стране Если не поменяете систему Владимир Анатольевич А сколько вы даете Этой системе Ну вот жизненного ресурса Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемые зрители Уважаемые подписчики Вы на канале АБН Я Александр Бабылев И сегодня на связи со студией По вашим многочисленным просьбам Российский политический деятель Экс-депутат Государственной Думы Основатель и генеральный директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза ЕАЭС Владимир Лепехин Владимир Анатольевич Благодарю, что нашли время Для меня и аудитории канала Да, спасибо вам За эфир Ну, я бы не назывался Политическим деятелем Все-таки Общественный деятель Поскромнее давайте будем Хорошо Мне кажется, что Кто-кто А вы как раз Более чем другие Заслуживаете Определение Политический деятель Это следует Из моего первого вопроса Он такой Немножечко общий И немножечко личный Вот наша система управления Транслирует, что Ошибок у нее Не было и нет А любой, кто задает Какие-то неудобные вопросы Системе Системе РФ Как говорил Покойный Глеб Павловский Это все пропальщик Или еще Что-то похуже И, кстати, знаете Вот в этой ситуации Многие интеллектуалы И эксперты Типа Юрия Юрьевича Болдырева Прекратили вообще Как-то высказываться Вот Вы В своих выступлениях Показываете системе Что, мол Вот здесь у вас не так И здесь у вас не то Анализируете Предлагаете Как должно быть А зачем Владимир Анатольевич Чтобы что? Ну, начнем с того Что я по образованию философ Ну, так, в широком смысле А внутри философии Есть целый ряд дисциплин Которыми я занимался Занимаюсь И Следовательно Размышления по поводу происходящего И Формирование каких-то предложений Замечаний Это моя работа Да, моя профессия Вот Конечно, можно Переучиться И заниматься Журналистикой Например Параллельно Журналистикой Занимался Всю жизнь Но, тем не менее Основная работа Это все-таки Анализировать Происходящее И самое главное Находить пути Решения проблем В этом смысле Вопрос риторический А зачем Ну, зачем человек живет Да, он же не задается Мыслью Ему Бог подарил жизнь А дальше Ты Распоряжаешься ею Исходя из твоего Какого-то нравственного Кодекса Может быть Ну, я как философ Я поддерживаю Разделяю Мировоззрение Канта Да, который Придумал Трансцендентную Логику И Который не делил Мир на добро и зло Потому что Добро и зло Оно абстрактно Мы сейчас понимаем Прекрасно Да, что Воины света Там силы света Добро Противостоит России Ну Как бы Ублюдочная сторона Тем не менее Формулирует Или, скажем так Представляет себя Как Сторону добра Ну, Россия тоже Во многом Ублюдочная Находится В ублюдочном состоянии Тем не менее Есть такие понятия Как российская цивилизация Русский народ А здесь уже Более применимы Такие понятия Как добро Тем не менее Это все-таки Абстракция Вот у Канта Ключевая Ключевая Как бы Ценность Которую он формулировал Была ценность долга Но есть Профессиональный долг Вот я То, чем я занимаюсь Можно это называть Профессиональным долгом Вот Ну, понятно Что, допустим Если я где-то Что-то критикую Вообще критически Оцениваю Какие-то вещи Это не связано С желанием Именно покритиковать Вот Кому-то досадить Да И я не считаю Профессиональным Революционером Это отдельная тема Да Кем-то Считаю Вот Но профессиональный долг Он как бы заставляет Анализировать И говорить Объективно Ну, или по крайней мере Оценивать объективно Насколько я это Представляю Вот И вот вы начали С государственного управления Что Это не так Это не так Ну, безусловно То есть Начнем с таких Базовых вещей А если у нас Государство сегодня В классическом смысле Как система институтов Управляющих обществом Как единым целым Государство существует На какой-то территории Как Тот институт Который должен Связать воедино Вот Как бы общие интересы Да И представить В обобщенном виде Эти интересы Соответственно Их защищать Продвигать Реализовывать Собственно В этом Заключается Историческое Появление государства Но Есть марктистская Точка зрения Которая говорит о том Что государство Инструмент насилия Вот Ну Это Как бы Тоже отдельная тема Я просто хочу сказать Что у нас Государство Приватизировано В Российской Федерации Более того Вот я рассматриваю Каким образом Проходили волны Приватизации Да То есть Сначала была Приватизация прессы Ну то есть Гласности Информационной среды Почему Потому что Нужно было Дискредитировать КПСС И поэтому В период перестройки Горбачев Яковлев Там дали Карт-Бланш Разного рода Коротичем Глимбиловским И так далее И так далее Вот Приватизировали Информационную сферу Дискредитировали КПСС Приступили к главной теме Приватизации Экономики А затем Через какое-то время У нас произошла Приватизация Государства Сейчас Еще один этап Когда происходит Приватизация Русскости Понимание Русского мира Приватизация Ценностей И так далее Да Вот Так вот Поскольку Приватизация Государства Государственного сектора И системы Госинститутов Классических Их просто в России нет А есть декорация Но если есть декорация Тогда Нужно как-то разобраться А как же происходит Система Управления От имени государства Кем Происходит Это управление Кто субъект В таком случае И как Принимаются Исполняются решения Вот я это Как бы исследую И Масса публикаций Где Подробно Все это разобрал То есть сущность Правящего класса Откуда он взялся Какие мотивации У правящего класса Как он устроен Четыре контура Управления Ну точнее так Два контура Государственного управления Формальные И неформальные Да То есть формальные И реальные Это уже самая Политическая система У нас Двукконтурная То есть есть декорация Имитационная Как бы ее Часть Есть реальная Политическая система Такая административно-политическая Вот Так что все это Интереснейшие вопросы У нас конечно же это табу Вы совершенно правы То есть Говорить на эту тему нельзя Потому что Ну как бы Происходит разоблачение Вот этой самой системы Ну которую Собственно тем людям Которые олицетворяют Собые государства Наверное Неприятно слышать Да Когда им говорят И причем Они многие вещи Сами не осознают Они себя считают Даже государственниками Вот Наши руководители Но я Как бы знаю Хорошо Большую часть этих людей Некоторых даже лично Ну имеется ввиду Приближенных К главе государства И я не вижу У них государственников В таком классическом смысле То есть это Представители Торгового клана Торгово-силового клана Который начал Формироваться Еще в 60-е годы В Советском Союзе Вот И собственно Он пришел к власти Мотивации не изменились Вот эти мотивации Ну не заключаются в том Чтобы развивать государство Мотивации Связанной С торговлей То есть С получением прибыли С Конвертацией Этой прибыли Что ли Так ли С ее Значит Размещением В зонах комфорта Зоны комфорта Создавались По крайней мере До недавнего времени До 22-го года За рубежом Вот Очень простая схема Но понятно Что это афишировать Никто не собирается И более того Считается Ну как вот Допустим С приходом Михаила Мишустина Такая практика стала Развиваться Скрывать свою недвижимость Да Писать Росреестр Росимущество Или там Российская Федерация За виллы там И за прочими вещами Ну точно так же В государственном масштабе В общероссийском масштабе Скрывается Собственно Сама система Вот Поэтому это очень серьезные вещи И если Ну как бы Кто-то ставит Перед собой задачу Ну или не задачу Допустим А все-таки У него такой настрой Да Внутренний Что Ну Россия должна Развиваться Россия как страна Должна выжить Это Тот самый главный актив Который нам принадлежит Русским И гражданам России Да Мы наверное Что-то должны делать И Делать это профессионально Друзья Давайте на минутку Задумаемся О чем-то важном Напомню слова Из Книги Бытия Третья глава Девятнадцатый стих В поте лица твоего Будешь есть хлеб Это конечно Не самое вдохновляющее Послание Особенно в наши дни Когда усердный труд Не всегда Вознаграждается Соответствующим Многие из тех С кем я общаюсь На канале Выражают недовольство По поводу Низких зарплат И ограниченных возможностей Для карьерного роста В традиционных Отраслях Таких как Торговля И производство Но позвольте мне Представить вам Сферу Где ситуация Обстоит иначе Это Айти сектор И в частности Профессия инженера По машинному обучению Этот специалист Занимается Разработкой алгоритмов Которые помогают Компьютерам Распознавать речь Например Всем известные Колонки Алиса Предсказывать Поведение потребителей На онлайн платформах Или даже Помогают автономно Управлять транспортом Такие специалисты Востребованы По всему миру А средняя зарплата ML инженера В России Составляет 190 тысяч Рублей в месяц По поводу обучения Могу сообщить Благую весть Сейчас можно Стать дипломированным Специалистом С нуля Даже без технического Опыта Не выходя Из дома Мифи Совместно Со скиллфектори Открыли набор В онлайн Магистратуру Дата сайенс И машинное обучение Где вы получите Диплом Мифи И самые актуальные знания Эту программу Я вам смело рекомендую Обучение С нуля Главное Наличие Любого Высшего образования Занятие Проходит в онлайн Формате Но с сохранением Всех студенческих Льгот Отсрочка От армии Стипендия А еще Действует Господдержка При ней Стоимость Первого года Обучения Всего 270 рублей В месяц Вас ждут Не скучные лекции А реальный опыт Хакатоны И задачи Индустриальных партнеров Практический опыт Это камень преткновения При приеме на работу Так вот В данном случае Этого камешка В кавычках Не будет Понять теорию Вам помогут Ведущие преподаватели Мифи И ведущие Специалисты Крупных компаний Набор уже начался Поэтому Советую вам Оставить заявку Прямо сейчас Чтобы получить доступ К бесплатным Подготовительным курсам И мероприятиям От Мифи Которые помогут Успешно пройти Вступительные испытания В числе первых Количество мест Ограничено Переходите скорее По ссылке в описании И оставляйте заявку Вы вот сказали Россия должна развиваться Я вот вспоминаю Вспоминал Вернее За что же я люблю Галантного профессора Канта О котором вы вспомнили В начале Я его люблю За то Что он никак Не отрицал прогресс И давал ему Такое изящное Определение Что мол Прогресс Это увлекательное Путешествие Под водительством Разума И когда я смотрю Вот на нашу Систему управления Я прогресса не вижу Вижу регресс Я вижу Что перед системой Увеличивается Количество вызовов На нее валятся Новые и новые Проблемы Я вижу Что она просто Не справляется С этим Это признаки Ведь коллапсирующей Системы Да Владимир Ну конечно Тут дело даже не в том Что она не справляется Наш как бы вот Правящий этот класс Или клан Как его угодно Можно называть Они просто не осознают Вообще Как бы ситуации Если бы допустим Они осознавали Но пытались что-то сделать И действительно Не получалось Мы бы констатировали Что да Что-то тут неправильно Делается Наверное И нужно как бы Изменить подходы А так по сути дела Даже нет осознания Проблем Вот я как сказать Обозначу просто Ключевую проблему Такую фундаментальную Наумную метафизику Да Вот есть понятие Российской цивилизации Это ключевая субъектность Нашего существования Даже не российское государство Оно сегодня одно Завтра другое СССР потом Точнее Российская империя СССР потом Российская федерация Цивилизация это константа Да Социокультурная общность Российская цивилизация Она имеет объективное основание Своего существования Да Вот что такое объективное основание Это нам досталось Определенной территории Со своим климатом Со своей геологией Со своей географией Ландшафтом И так далее И так далее Да Первая посылка Вторая На этой основе Которой досталась Российской цивилизации Сформировался Определенный экономический уклад Исторический экономический уклад Земледельческий Земледельческий Да Даже при реформах Столыпина 94% населения Были крестьяне Значит Этот уклад Он созидательный То есть крестьянин В отличие от кочевника В отличие от торговца Да Он В отличие от пирата Он производитель У него другая психология На основании этого уклада Сформировался Определенный образ жизни Крестьянский Образ жизни Общинный Семейный И так далее И так далее Это называют Такие базовые основания Объективные Так вот На этих основаниях Сформировалась За тысячи лет Конкретная метафизика А именно Религия Ценности Идеология Мировоззрение И так далее Ментальность Значит Приходят Приходят торговцы К власти В 91 году Что они делают Они отменяют Цивилизационную метафизику И предлагают Вот этой Российской цивилизации Не просто Чужую метафизику Вообще Враждебную Метафизику И до сих пор Пребывают В этой метафизике Вообще не понимая Что такое Или какой Должна быть Идеология Вот в этой Стране И в этой цивилизации Какая должна быть Культура Что нужно делать С религией Какие ценности Вот я принял Участие В подготовке Проекта указа Президента 809 Это тема Ценности Это один из тех Дискурсов Который я Начал запускать 15 лет назад Этим активно Занимался у меня Диссертация По этому поводу Аксиология Это одно из направлений Которым я занимаюсь Вот подготовили В конце концов Указ И сколько я не бился По поводу Перечня ценностей Которые в указе Названы Пока ничего не происходит Но единственное Что происходит Удается Заложить сомнения Что Вот те 17 ценностей Которые там написаны Это совсем не то Что нужно То есть Кто-то В Совете Безопасности Когда-то Поскольку Такая установка Была Заняться Ценностями Высцали Из пальца 17 ценностей По числу Видимо 17 направлений Устойчивого развития И понаписали Билиберды туда То есть Половина ценности Она имеет отношение Они имеют отношение Какое-то К традиционным Российским А половина Не имеет никакого отношения Плюс там логика нарушена Вот Значит Ну это просто Маленький такой пример В этом смысле Ну это вот Как бы я базовую Причину что ли Назвал Да Всей деструкцией Которая сегодня Которая сложилась Которая продолжается И так далее Вот Понятно Что из этого Вытекает масса всего Если например Происходит цивилизационная Перекодировка Населения Причем В нескольких Направлениях Сразу Да ладно бы Если бы там Была последовательная Перекодировка Под запад Под христианскую Цивилизацию Общую Да Еще более-менее Понятно было Там большая Европа И так далее Но нет Они же не осознают Руководители наши Этого процесса То что такое Цивилизационная Перекодировка Не понимают А сейчас Так Намечаются Потоки Возвращения То есть Начинают говорить Русский мир Там сильное государство Монархия И так далее Но тут развития Никакого нет Что нам предлагает Дугин Караганов Там вот эти Штатные Как сказать Идеологи Они предлагают Архаику По сути дела Консерватизм Там где Консерватизм Там понятно Вылезают уши Реакции Вот Я считаю Да Но есть Как бы Давно уже Сформировалось Понятие Куда Россия Должна развиваться Как это все Должно происходить Но к сожалению Каналов нет Потому что У нас ни одно СМИ В этом не заинтересовано Чтобы обсуждать Проблемы развития Вот Форум прошел Петербургский Что они там обсуждали То есть люди Приехали Журналисты Как бы Зарубежные Для чего Для того чтобы Послушать Что Путин скажет По поводу применения Ядерного оружия Но он же называется Экономический форум Вот хоть одна Экономическая мысль Там прозвучала Хоть один Какой-нибудь Наш там Экономист выступил С какими-то неожиданными Предложениями Но была реплика Караганова Если вы его вспомнили Он так Как-то В какой-то момент Вздрогнул И спросил А я все-таки Не понял Владимир Владимирович А куда мы развиваемся Ну на что Президент обиделся Сказал Вы что Заснули что ли Я час об этом говорил Вот Это был единственный момент По экономике Но это курьез Да Мне кажется Что форум Он совсем конечно Мало был международный И совсем мало экономический Правильно Это само собой Ну и Тут долго можно На эту тему говорить Не только этот форум Тут же Опять же Это все системная вещь Почему проводятся В огромном количестве форумы Тратятся на эти колоссальные деньги Да И питерские Красноярские Дальневосточные Там и так далее Вот И везде одна и та же тема То чтобы иностранцы приехали И вслед за ними Пришли какие-то Иностранные инвестиции Вот Ну Избитый трюк Который не работает Потому что Ну Наши руководители Даже не понимают Кто такой инвестор Понимаете Простые вещи Вот Заметьте Где-нибудь Они называют инвесторов Любых проходимцев Которые приехали Из-за рубежа Или банкиров Которые выдают кредиты Да И под залог Предприятия Они же не инвестор Они кредитуры Они Потом это предприятие Забирают Когда Ну понятно Из-за большой ставки Предприятие Становится банкротом Вот Так что Тут куда ни кинь Да Вот Любую проблему Ну допустим Мой институт И сейчас вот я сделал Школу солидарной экономики Да На уровне политэкономии Мы разбираем Ключевые проблемы Но политэкономия же Никого не интересует Даже наших Выдающихся экономистов Вот Потому что Она дает ответы Такие Да Не очень-то приятные Давайте от общего К частному Спустимся Мне кажется Это будет продуктивно Вот вы Говорили о том Что Говорили сейчас О развитии И Я вспомнил Одно из ваших интервью Павла Иванова Вы там сказали Что у нас Правительство Это по сути Представительство корпораций А не Правительство развития Мне казалось Владимир Анатольевич Возможно По наивности Неважно Частные корпорации Государственные Они должны быть Если не прямо То постно Заинтересованы В развитии Территории Из которой Они извлекают Ред Ну потому что Развитие Это политическая Стабильность Увлечение Покупательной Способности Увлечение В конечном итоге Их корпоративных Прибылей И даже Этически И эстетически Приятнее Работать на территории Которая Обустроена И развивается А почему Корпоративные И клановые Интересы Расходятся С интересами Страны С вашей точки Ну тут Две Проблемы То есть Во-первых Одну проблему Я уже Обозначил Коротко Если мы Поймем Что такое Нынешний Правящий Класс Как он Сформировался Если мы Поймем Что Вот была Динамика Формирования Внешне Торговых Кланов Еще в советское Время Вокруг Сырьевых Поставок За рубеж Да То вот эти Торговцы Пришли К власти И у них Торговая Ментальность Торговая Мотивация То есть Ренту они получают С чего Не с производства Они получают Ренту С ресурсом И поэтому Наплевать Вообще Что происходит С развитием В регионе Почему Потому что важно Контролировать Ресурсы И их продавать То есть Вот посмотреть Просто как Произошло Формирование Такой реальной Власти Во всех регионах В 90-е годы Ну берем Какую-нибудь Свердловскую область Крупнейшую Да Как там было Есть город И мэр городской Который должен Заниматься ЖКХ Всякой там Ерундой Есть там Все эти Уралмашевские Там Бандиты Которые За ресурсы Городские Борются Но Ресурсы Области Сразу Взял Под контроль Россель Губернатор В сговоре С ведущими Олигархами Гражданами Израиля Имеется ввиду Пумпианские Ну не все они там Граждане Израиля В то время были Но тем не менее Пумпианские Виксельберг Блаватник Блаватник сейчас Самый богатый человек Британии Да Вот эта компания Которая взяла И сразу Приватизировала Весь экспорт Ну понятно Что там Часть производства Была Потому что Трубы Производятся Там какие-то Металлы В целом Сырье Вот И такая система То есть Это же никто не изучает Вот что такое Например Мафия В советское время Это же Интереснейший Феномен Что такое Мафия В советское время То есть я имею ввиду Даже не Воров в законе И системы Этих самых Криминалов А реальную мафию Которую контролировала Территория Вот И контролировала В том числе И криминал И сейчас То же самое Огромное количество Мафиозных группировок Ну и так называемых Групп интересов Которые между собой Россию поделили И соответственно Незримо Так невидимо Эту самую ренту Извлекают Прежде всего Конечно Из Ресурсов Вот Понятно что Сейчас Ситуация Немножко меняется То есть они вынуждены Искать дополнительный ресурс И таким ресурсом Понятно Рассматривается уже Население Но это опять же Не связано с развитием Это связано с Установлением взаимоотношений Определенных Феодальных Между Вот реальной властью И населением Развитие заключается В том что Допустим Наращивался бы Человеческий капитал То есть чуткое отношение К людям Понимая что люди Это есть собственно Цивилизация Да И люди должны развиваться В первую очередь И через это Развивается Цивилизация Ну то есть Понятно люди В широком смысле Но так задача Не ставится Потому что Ставится задача Где-то Компенсировать Упадающие доходы Причем быстро Через сверхприбыли Легко Чтобы это произошло Да Получить вот Дополнительные источники Прибыли Своей Для этого Ну допустим Сложно строить заводы Ну нет Это же нужно Это время Это нужно вложение А кто же У нас решится Из вот этих вот Реальных принимающих решений Вложить деньги Но только если От государства Отобрать Ну от Вот этого мифического государства То есть от бюджета Федерального Отобрать Тогда еще можно Вот приняли решение Там 50 Сначала миллиардов Потом 500 миллиардов На развитие Новой отрасли По гражданской авиации Они это называют Но Это же нужно Показать результат Быстро Да Построить вот эти мощности Нет Важно получить Под этой Горячей темой 500 миллиардов рублей Чтобы финансирование пошло А дальше К 30-му году Разберемся Ну это вот все Все детали То есть первая проблема Это суть Правящего класса Значит Правильно я понимаю Что люди Некомпетентные Да Ну то есть Казалось бы Почему не извлекать Ренту с добавленной стоимостью Почему обязательно Сырьевую ренту Значит Ваша версия Что некомпетентные люди Да Нет 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 Нужно понимать Психологию торговца Торговец компетентен В своей сфере Он чем занимается Торговец Он извлекает маржу То есть Вот смотрите Маркс В свое время Когда написал капитал Он имел ввиду Прежде всего Промышленный капитал И показал Один способ Обогащения Присвоения Производимой стоимости Он не затронул Два других способа Вот этого Обогащения Далее получения Сверхприбыли Значит Способ Судный процент И все что с этим связано То есть Функционирование Финансовой системы Где они деньги делают Из воздуха На комиссионных Там на всем остальном Да А самое главное Он не затронул Да По большому счету Это торговля Значит маржинг Произвольный маржин В торговле Это и есть Основной тип наживы Куда более крутой Чем судный процент Вот когда появилась Торговля на дальние расстояния Да И не просто Прямой товарообмен А при опоре На эквивалент денежный Тогда вот торговец Мог завышать цену В 10 20 30 В зависимости от того Какой это Понятно Да Вот это происходит Поэтому Они профессионалы Вот в этом И поскольку Вот Они стали Субъектом власти После Отсечения КПСС Да Семибанкирщин Это просто Флюс финансовый Торговый клан О себя не афишировали Они продолжали Гнать То есть Осваивать экспорт И гнали все То есть Торговали родиной Грубо говоря И поэтому Когда у него Сегодня выбор стоит Допустим Гнать нефть Даже там С большими комиссионными Там С какими-то Значит Издержками Колоссальными И так далее Он все равно Предпочтет Этим заниматься Нежели Заниматься Это психология Да Понятно Потому что Нужны деньги Быстро Сейчас Значит Более того Эта схема Которая у нас сложилась Она позволяет Гигантские Государственные деньги Переводить в частные Под видом того Что у нас Газпром якобы Государственный Да Роснефть якобы Значит там Госпакет И так далее И так далее Чуть что Наступают Какие-то Значит Проблемы И все время Придумывают Например Какие-то проекты Чтобы Взять бюджетные деньги Но присвоение Это частное В этой компании Вот Ну понятно Что они налоги Платят государству Но Все платят Как бы налоги Вот Все равно Об этом же и речь Потому что Все убытки Переносит на государство Социалка на государство И так далее И так далее Инвестициями Пусть государство Занимается Вот А мы будем Торговать Вот что нам В руки попадется И драться Драться Вот с другими Группами интересов Именно за доступ К источникам сырья Вот если Это развитие Ну Понятно что Есть например Такие аналоги Как персидские страны Страны Персидского залива Да Арабские страны Где Ну Колоссальные прибыли За счет торговли Сырьем Да Нефтью Газом Реинвестируются Вот я об этом Хотел спросить Ну Да Но Но У власти Находится Родовая аристократия Родовая семейная аристократия И родовая семейная аристократия Имеет другие мотивы В отличие от Временщиков Торгашей Которые Из цехов пришли Или там даже Из ГИМО Не важно Но это люди Которые Ну собственно За ними ничего не стояло Им дали возможность Вот создать Эти совместные предприятия В 70-е годы Вот И соответственно Их там Постепенно начали обрабатывать И они сами стали обрабатываться Когда им заложили Такую мысль Вы Значит Распоряжаетесь Гигантскими ресурсами Одной шестой части суши Распоряжаетесь Но не владеете А можете стать же владельцами легко А что для этого нужно А для этого КПСС Надо срезать И все И к власти Вы придете к власти И будете этим Ну то есть владельцами Вот так и произошло Но у нас даже Процесс приватизации Это толком не изучается Посмотреть Чем занимаются Наши экономисты Они совершенствуют Нынешнюю систему Экономическую Я Называю нынешнюю экономику Экономическим мутантом В России Да Именно потому что Она таким характеристикам Соответствует Оригинальным Да Ну не только сырьевая Не только Периферийная Не только сверхзависимая Она еще олигархическая Она монополистическая Она криминальная Она административная Во многом И так далее И так далее То есть полный букет И эти Как бы Вот эти свойства Да Экономического мутанта Они Нет никакой Программы Или линии На их устранение А что предлагают Наши экономисты Они говорят Вот здесь подмазать Тут улучшить А давайте Вот реальный сектор развивать Вот я предлагал Бабкину Например Вот предпоследний Московский экономический форум Все-таки фундаментально Поставить тему На этом форуме И обсудить Вот состояние Экономики Более того Поговорить О возможном Посткапитализме Но имеется ввиду Как преодолеть Вот эту систему Которая сложилась Мне было сказано Нет-нет-нет У нас Мишустин Поставил задачу Развитие реального сектора Вот у нас партия Дела есть Вот мы будем говорить О развитии реального сектора Ну вы ничего Не сделаете В этой стране Если не поменяете систему Да Она от советского времени Плюс От новорусского времени Вот сейчас Существует такая Которая не нацелена На развитие Еще раз говорю На благосостояние людей На развитие Российской цивилизации И так далее А по поводу Перестановок Владимир Анатольевич Разрешите вопрос Или вы не закончили мысль? Нет-нет Как раз Логично мы переходим К этому вопросу По перестановке Я знаете Я наблюдал С некоторой иронии Если позову Ну не с высокомерием Конечно Вот этот вот ажиотаж Все обсуждали Эти самые перестановки Какая персональ Куда передвинулась Вот Но я исходил Из своего Некоторого опыта Вот Наблюдал уже Не первый раз Когда вот Приходит новое правительство Что от перемен Место слагаемых Сумма не меняется Все остается Плюс-минус То же самое Вот И вы тоже самое говорили И мне это очень понравилось Знаете Когда находишь единомышленника Это прям приятно Вот Но возможно Есть какие-нибудь Индикативы В этих перемещениях По которым Можно наблюдать Изменение баланса Вот между этими группами И на этом На этой основе Предсказывать Вот политическое будущее Я же сказал Что у нас система Коллапсирующая И у меня вот Лично прогноз плохой Вот Можете вот В этом направлении Порассуждать Было бы интересно Да, Александр Отличный вопрос Конечно Такие индикативы есть У меня есть ресурс Аналитический Закрытый Вот Ну почему закрытый Потому что Я не могу Например На своем видеоканале Некоторые вещи говорить На бусте Да? Вы имеете Да А мы дадим Координаты Всех ваших ресурсов Друзья В описании К этому ролику И в первом Я там Опитывал Эти индикативы Индикативы В том числе И в общем Самые главные Системные вещи То есть логику Перемен Кадровых Правительств Ну и на основе Которых Как раз можно Прогнозировать Что будет дальше Значит Ну во-первых Все это Проистекает Из анализа Системы власти Когда я говорю Что два контура Да Есть реальный Есть формальный Ну понятно Что правительство Относится к формальному Контуру У правительства Есть некоторые Полномочия Нужно понять Кто им дает Эти полномочия Да По Ну грубо говоря По использованию Бюджета федерального Да Значит Принятие решения Оформление бумаг Контроль за там Движением Бюджетных средств По распоряжению Президента Ну и так далее И так далее На самом деле Есть Система реальной власти Опять же Вот если мы посмотрим На аналоги Да Была советская система Никто же толком Не рассмотрел Что такое Политическая система В советское время Все сосредоточились На том Что Сталин Там такой-сякой КПСС плохая И так далее А что такое Политическая система Советская Когда Значит Была вот эта Административная система Да Административно-политическая Вся политика Сводилась С одной партией То есть политической Системы не было Верховный совет Не был парламентом Выборы Были эффективны И так далее И так далее Это же перенеслось В наше время Но если мы смотрим Аналог Например Политбюро Который был Главным коллективным Олигархическим органом В советское время То он же остался А где он Что это такое Администрация президента Нет Администрация президента Это просто аппарат Это аналог Аппарата ЦК КПСС Администрация президента Но если в советское время Политбюро Орган Который избирался Пусть формально Но избирался ЦК КПСС А ЦК КПСС Избиралась на съезде То сегодня Администрация президента Никем не избирается Она существует Но это аппарат Президента Или кого-то еще И собственно Между кем Разделены Управления Этого самого Этой самой АП Так вот Святое место Пусто не бывает Политбюро существует Только оно Не в конституции Прописано Не в одном законе Значит Объясняю Это люди Вот сначала так Что такое Глава государства В современной России По сути дела Это самодержец Да Но я сейчас Никаких негативных Коннотаций Здесь значит Не применяю Я просто говорю Что все полномочия Постепенно Были переданы Одному лицу Вот все абсолютно Полномочия Которые существуют В государстве По принятию решения Да При всем при том Что никаких Никакой ответственности нет То есть Невозможно Запустить процедуру Импичмента Например Невозможно Даже задать вопрос И вот дальше Когда Произошло Вот это самое Концентрация полномочий В руках Главы государства Он от себя Часть полномочий Опустил вниз Но кому он передал Эти полномочия Он передал Так называемому Политбюро То есть Группе людей Которые Между которыми Распределены Отрасли Отрасли Территории И так далее Поэтому Когда посмотрим А хорошо Чемецов контролирует ТОТО Ростех Там и прочие Корпорации Роскосмос Ковальчук Контролирует Медиа Значит Росбанк Росатом И так далее И так далее Течин контролирует Роснефть И прочее Ну и так далее Человек 10 Примерно 9-10 Там всегда Кто-то плавает Вот Шойгу Был например Полноправный член Политбюро Сейчас он опустился На уровень Как бы кандидата Ну прослойку Вот Там Или Медведев Опустился туда А Мишустин Добирает И может быть Там не сегодня Завтра Окажется тоже Политбюро Но его начали тормозить Так вот Значит Как работает этот орган И понятно Что по отношению К правительству Это тот орган Который Направляет туда Своих людей Вот этих самых Лоббистов Решал там И прочее Поэтому правительство Распределено Между членами Политбюро Но Так получилось Что после Мишустина Да Произошло усиление Его группа У него группа Более-менее Самостоятельная Хотя вроде как Ковальчукова Ну так говорят Поставил И Он Вот Возникло Одиннадцать Вице-премьеров И Большая часть Этих Вице-премьеров Это помощники Соратники Сотрудники Мишустинских Структур И поэтому Возникло Такое ощущение Что он Что-то как-то Усилился И Видео То есть Вице-премьеры Это некие Смотрящие За министерствами А министерства Сидят лоббисты Этих самых Членов Политбюро Поэтому Нужно было Вернуть Статус Кво И поэтому Сократили Количество Вице-премьеров Мишустинских Добавили Своих Плюс Владимир Владимирович Своих Конкретных Тех людей Которых он Доверяет В качестве Смотрящих Добавил Типа Цивилева Как родственника Вот То есть Главная функция Человека Ну или там Главы государства На котором Состоточены Все полномочия Сегодня Но при этом Нет задачи развития Заключается в том Что он обеспечивает Баланс Между вот этими Всеми группировками Это его ключевая функция Он этим занят Только этим занят Ну не считая То что он добросовестно Выполняет Например График Который ему протокол Готовит Там появиться Здесь выступить Там и прочее Прочее Да Вот Значит Баланс И поэтому мы смотрим Чуть-чуть Где-то кто-то усилился Нужно ослабить Да Посредством чего Одного человека убрать Там где-то что-то Другой орган усилить И вот последние месяцы Этим и занимался То есть В конце концов Вот Так получилось Что он ослабил Своим решением Союз безопасности Это серьезнейший Прокол С моей точки зрения Да Вот если говорить Об алгоритмике Движение в сторону Позитивных перемен То есть На самом деле Как председатель Совета безопасности Как руководитель Да В таком качестве Первый шаг Который Ну так Хорошо бы было Чтобы он сделал Это Вот эти свои полномочия Да Все-таки Немножко передать Конституционный орган Хотя бы в один Конституционный орган Совет безопасности А тут получается Что Произошло Ослабление Этого органа На который Собственно Ну Или от которого Многое зависело Вот Через назначение Шойгу Он сам Усилился при Патрушевой Давайте отметим Да Приобрел гораздо Больше аппаратный Вес Конечно Вот и был такой Баланс определенный Вот А сейчас он сам Почувствовал Президент Ну как мне кажется Что орган-то ослаб Вот А как компенсировать Да И он силовую структуру Может быть уже Не в такой степени Может контролировать Вот То есть опасность Она видна Как бы с разных сторон И поэтому Понадобилось усилить Госсовет Вот этот вот Никому не нужный Абсолютно бесполезный Декоративный орган Начал с госсоветом Играть Дюминус Поставил Вот Вот в этом как бы Тут логика одна Да А госсовет Это Многие считают Что это История про транзит А вы говорите Что это сейчас Вообще просто Что-то такое Экспериментальное Для транзита Можно использовать Любые декорации Любые декорации И На самом деле Ситуация Она Настолько подвижна Потому что Ведь смотрите Очень активно Раскручивается Тема монархии Наследственной Монархии Да Так вроде бы Не видно Многие считают По-прежнему Что это экзотика Некая Но на самом деле У нас Огромное количество Политических проектов Внутри основная группа Работает Иноагентов Грубо говоря Да Которые продвигают Свою формулу Монархии Вот Причем Я в данном случае Не считаю Вот еще Ну то есть Как бы Не приплюсовывая сюда Возможность Избрания Путина Монархии Я сейчас говорю Про то Чем Иноагенты Занимаются Потому что Была попытка Гогенцолина Долгое время Его раскручивали Потом Сейчас начал вылезать Андрей Алексей Который в Штатах Находится Уже такой Старенький 53-го года Плюс Ленингин Там стоит В очереди Но неважно То есть По крайней мере Для элиты Это становится Все более Привлекательным Потому что Они же думают Над тем Как сохранить Нынешнее положение Они не думают Над тем Насколько Допустим Эффективно С точки зрения Развития Опять же Например Президентская Республика Или Координационная Монархия Там какая-то Да Или царь Там Абсолютная Власть его Они думают Над тем Кто может Сохранить То что мы Имеем И поэтому Любая формула Для них хороша Которая получится Интереснейший Вопрос Как передать полномочия Как передать Какие-то активы Это основное Политическое содержание Да Вот нынешнего Этапа Опять-таки Покойный Глеб Павловский Сказал Я его мысль Вам вот Подкидываю Нет Ну это вторая задача Она вытекает Она связана с первой Первая Это Как собственно Удержать обстановку В стране Там Ситуацию Решить текущие задачи Связанные с экономикой Специальной военной операцией Ну и прочее И прочее А второе Ну понятно Как это все передать Не просто передать Какие-то надежные руки А передать детям Как это детям передать Вот страну Как передать детям Но они по стране Понимают Не Российскую Федерацию Вот активы И прочее Прочее Здесь колоссальные проблемы Но Вот до Пригоржинского мятежа Некий такой Консенсус возник Ну временный что ли Консенсус Или промежуточный Консенсус По поводу двух фигур Которые рассматривались Внутри Политбюро Как вот Самые такие Перспективные Кандидаты На роль преемника Это были дети То есть тогда еще Про путинских детей Никто не думал Но Было понятно Что Вот как бы Команда Сеслибов И вся эта Значит Публика такая Либеральная Это Борис Ковальчук Сын Юрия Ковальчука А соответственно Там силовики Вот Дмитрий Патрушев И так далее Ну вот как бы Это обсуждалось По крайней мере Не то что обсуждалось А как бы Формировалась Некая атмосфера Вокруг вот этого Да И мы видим Что пролонгация Определенная Этого есть Этой линии Потому что Бориса Ковальчука Перевели из топ-менеджеров В счетную палату Ну в некий Да Причем на очень важную Должность такая Которая не убойная Наоборот Позволяет контролировать Ситуацию Ну и Дмитрия Патрушева Повысили Да Вот Но У Владимира Владимировича Другая психология Ему не нужны Чужие дети В том-то и дело Что Транзит Это очень серьезная проблема Тем более Ну как бы В нынешней ситуации Как сделать так Чтобы От абсолютного самодержца Передать кому-то С гарантиями Его волнует Гарантия Президента А кто Может дать гарантии Ковальчук Или там Патрушев Или кто Нет Даже если Они там Лучшие друзья И все такое То есть Гарантии Может дать Только родственник Да По большому счету Поэтому Продвижение Цивилева Как бы К нему Никто Не относился Как бы Кто К нему Не относился Вот Поэтому Сейчас Заговорили Про дочерей Там И прочее Поэтому И Значит Жена Цивилева То есть Двоюродная Сестра Владимир Владимирович Или племянница Что-то подзабыл Тоже активно Раскручивается Сегодня В качестве Главы фонда Защиты Отечества И так далее И так далее Поэтому Нет ответа Сегодня Нашего президента На этот вопрос То есть Есть Как бы Установка Что Ну была установка До 30-го года Он сидит Естественно Есть Мысль такая Что вообще До 30-го Не до 36-го Это важно Я говорю И до 36-го А теперь Да Это такая установка Есть внутри Вот И поэтому Вроде как Они Актуальность Этой самой Проблемы Транзита Все время Ну как бы Оттягивают Что ли Отодвигаясь В сторону Но она все равно Ключевая Она для Сталина Была ключевая Вот он Главный негатив Заключается в чем Помер Политической Систему не оставил Систему преемства Не оставил Все дальше Покатилось То есть Произошла смена Идеологии Тогда сразу После него Значит Западное влияние Пришло В виде Коминтерна Да И так далее И так далее Это целая линия Такая Вот И очевидный Тупик То есть полностью Не просто Идеологию сломали А вообще Как бы стратегию развития Которая там У Сталина В голове была Ее сломали Изменили Даже вот Этот самый Принцип Социалистический Каждому по труду На каждому По потребностям Ну бред Полнейший И все Начала Шизофрения Вот в позднесоветском Времени По всем направлениям Вот то есть С одной стороны Товарное производство Развивать нельзя А с другой стороны Понятно Надо что-то делать С рентабельностью Ну то есть Вот Поэтому сейчас Мы тоже Находимся В таком Шизофреническом Состоянии Но чтобы Из него выйти Нужно Вот эти точки Опоры увидеть И Ну как бы Расклад Понять Где Кто Какие Субъектности Прервую очередь Во вторую очередь Какие мотивы Этих самых Субъектов Как они Между собой Соотносятся Чего хотят Куда движутся И прочее Прочее А когда Можно Острый вопрос Такой Мне кажется Это сейчас Добавит Эфиру градуса Процитирую вас Из эфира С Павловым Ивановым Несколько Недель назад Это правительство На это правительство Будет Возложено Ответственность За тот кризис Который Формируется Возможно Я бы хотел С вами Поспорить Уважаемый Владимир Анатольевич Но У меня мало Аргументов Тоже Для Экономического Оптимизма Мы видим Сокращение ФНБ Сейчас вот Пришла Статистика По первым Четырем Месяцем Мы видим Сокращение Импорта Аж на 9% Мы Видим Проблемы С трансграничными Платежами Больше не будем Зрителям настроение Портить Вот мы с вами Видим Формирование Кризиса Его не могут Не видеть И люди там Наверху Какой смысл Тогда Вот в этой Суете За вот эти Места Если это Правительство Все равно Грубо говоря Ну под Под удар Что ли Если так Можно Выразиться Это борьба За деньги За последние Деньги За предпоследние Деньги За госзаказы В первую очередь Да За что Задержали Иванова И так сказать Вот чистит Сейчас немножко Минобороны Это же На самом деле Борьба За госзаказы Колоссальные Госзаказы Которые идут И значит В Ростех И Минобороны Так и здесь Раз Объем денег Начинает сужаться Обостряется Борьба за них За федеральный бюджет В том числе Да Вот Только так и нужно понимать То есть Там ни одной программы Какой-то не появится Уникальной Ни одна проблема Решена не будет Ни миграционная политика Ни демографическая Никто не будет заниматься Будут вешать лапшу Вот сейчас уже начинают Вешать лапшу Поскольку назревает Ипотечный кризис Колоссальный Что говорится Говорится Президент Значит Поддержал 6% ипотеки Дальше Самое главное Для многодетных семей Сколько у нас Многодетных семей В стране 3% Это означает Что Для этих 3% И так Точно так же Голикова отчитывается Когда ее спрашивают Где социальная политика Она говорит Мы помогаем Многодетным семьям Все Это называется Точный подход Который на самом деле Просто дезориентирует всех Чтобы не помогать Не заниматься Реализацией Демографической политики Социальной политики И так далее Выбирают Какую-то группу В данном случае Многодетные Которые у нас Шести республиках Только И демонстрируют Что мы Вот помогаем Как бы на ключевом направлении А ключевое направление Вообще не это Вот Поэтому Когда я говорю Что правительство Ответит Но имеется ввиду Не в том смысле В классическом Что ответит То есть Кто-то предъявит Претензии Правительство заслушивает На Госдуме Потом будет принято решение Кого-то отставить И так далее Это механизм Не существует Ответит Это в смысле Перед самими собой Перед своей группой Там То есть На кого-то Что-то повесят Найдут крайнего В этом смысле Только А то что Как бы Все деградирует Это понятно Они Видят То есть Условно говоря Руководители наши Что это происходит Но Они же не видят другого То есть Во-первых Они не видят Ну Фундаментальных причин Вот этого падения Они говорят Запад виноват Запад виноват Во всем виноват Запад Это экономические санкции Да Привели к тому Что вот мы все теряем От какой отсюда Следует ответ Раз Запад виноват Значит надо Западом Передоговориться И вернуть ситуацию В до 22 года Как-то И тогда все наладится Тогда снова будем Продавать нефть Там Газ И так далее И так далее Значит наращивать По крайней мере Эти вещи Прочее сырье И все Значит компенсируем Эти все Выпадающие доходы Простая схема Дальше Когда им говорят Про проблемы Что сказал Белоусин Года три назад Он сказал Нам не надо Никаких экономических Концепций Да Мы Значит В другой схеме Работаем То есть Появляется проблема Мы решаем Мы в реактивном режиме Работаем Работаем Говорит он Вот они работают В реактивном режиме Но все проблемы Которые появляются Которые не пытаются Ну там допустим Как-то Нивелировать Микшировать Там что-то с ними сделать Ну это уже поздно Потому что Корни-то Фундаментальные Всех этих проблем Это то же самое Что вот допустим Форум они проводят То есть На форуме Приезжают журналисты Рубеж Начинают задавать вопросы Которые им нужны А наши реагируют Отвечают Ну то есть Плывут по течению А должно быть наоборот То есть грубо говоря Мы сформировали Свою повестку дня Мы создали программу Например Проводим Форум по этой программе И навязываем Нашу точку зрения Тем кто приехал Ну так сказать Грубо говоря Вот Но нет такой точки зрения Ни по одному вопросу Есть реагирование И где-то оно может быть удачное Ну в целом Когда мы рассматриваем То Этого нет Ну и вот Вторая причина По поводу правительства Перестановки И так далее И так далее Ну Тоже серьезнейшая тема Мы помним Когда вносились Поправки в конституцию Да 90% поправок Связано с чем Связано с изменением Системы власти Много было пафосу По поводу того Что мы вне ценности Туда вне с понятия Русские И так далее И так далее Приоритет российских законов Над международными Никакого приоритета Российских законов нет Внимательно посмотрите Конституцию Зато 90% Это полностью Исключение Всех органов власти Из процесса Принятия решений И там все так Запутанно Красиво написано Постоянный процесс Согласования То есть Президент Например Выдвигает кандидатуру Премьера Согласовывает С Госдумой Он там выдвигает Тех-то Тех-то Согласовывает С Конституционным судом Со всеми согласовывает Мы прекрасно понимаем Что ни у кого нет Полномочий Даже возразить То есть Согласование Оно формально По сути То есть Развитие на чем строится Развитие строится На энергии масс Вот любое развитие Государства Строится на энергии масс Энергия масс Реализуется Таким образом Что Есть свобода собрания Объединений Профсоюзов Партий Значит Партии создают Ну понятно Свои институты развития Придумывают программы В одной партии Одна программа У другой Другая Дальше Для выяснения Чья программа лучше Они идут на выборы Свободные выборы Проходят Соответственно Лучшая партия Которая отражает Интересы Большая часть Населения Побеждает И она Формирует правительство Эта партия Победившая Не справилась Понятно Она ответила Там Другая партия В конкурентном режиме Все это происходит У нас получается Так Профсоюз запрещены Политические партии Регистрируются Понятно Те Которые Позволено Выборы Фальсифицируются Парламент Не парламент Полномочий Никаких не имеет Ну кроме там Как Формально Как бы Штамповать Голосовать Законотворческая Инициатива В основном Администрация Президента У правительства Концептуальные Центры Там Значит Представим себе Что президент Не подписал Закон Какой-нибудь Законопроект Даже после Преодоления Вета И что дальше Ничего не будет То есть Нет процедуры Импичмента Нет даже Процедуры Какого-нибудь Выговора Главе государства Вот Поэтому Вот эти самые Перестановки И так далее Они Еще раз говорю Это в формальной Системе власти То есть Это некий функционал Нужно еще понять Функционал правительства Какой реальный Какой Фактически Значит формальный Формальный Вроде как Они должны Программы разрабатывать Обеспечить Развитие отраслей Своих И так далее Но реальный Функционал Не в этом заключается Если мы посмотрим Как Что делается С финансовыми потоками С финансовыми источниками С бюджетом Мы поймем Что основной функционал В этом Перераспределение денег Кто У кого Там под себя Эти деньги Вытащат Вот Поэтому Они там все друзья Допустим Политбирота Да Но Денежки Это брось А можно А можно Заострю Немножечко Разговор Вот Вернемся Ненадолго К этой вот Общей Системе Управления С чего Начали Вот как Мне представляется Нормальный Механизм Управления А я Действующий Предприниматель Я Не понаслышке Знаю Что это Такое Вот Помимо всего Прочего Должно Опознавать И фиксировать Ошибки С которыми Мы сталкиваемся Да Находить И устранять Причины И блокировать Негативные Тренды В развитии Ситуации Наша Система Ошибки Игнорирует Количество Проблем Нарастает Быстрее Чем Проблема Решается И как Мы уже Говорили Это признаки Коллапсирующей Системы Владимир Анатольевич А сколько Вы даете Этой системе Ну вот Жизненного Ресурса Продолжение следует